Донжуанский список семилетов или мобилки, которые я любил. Всем привет! В этом фильме я собираюсь рассказать обо всех мобилках, которые были у меня на протяжении жизни и добраться таким образом до обзора моего нового смартфона. Первая мобилка у меня появилась в 2003 году. Это было Nokia 3100. Сине-белая, с несколько пререзиненными кнопками и STN-дисплеем, способным отображать 4096 цветов при разрешении 128 на 128 пикселей. Довольно тяжеленький телефончик. Получив его от курьера, на следующий день я взял мобилку, пленочный фотоаппарат и отправился на прогулку по Татарке, глухую часть Лукьяновки, Киевского района, выходящую к мрачным склонам Кирилловских высот. Было очень странное ощущение, когда я впервые поехал вот так куда-то с мобильным телефоном. Это ощущение постепенно с годами исчезло и теперь странным, необычным кажется другое, противоположное ощущение без мобильного телефона. А тогда ты идешь и чувствуешь в кармане какую-то штуку, которая сама думает и может почти телепатически связать тебя с другим человеком, где бы ты ни находился. Маленький передатчик в кармане, я будто попал в будущее, фантастический фильм. Спускаясь по крутой улице Татарской, достал из штанов мобилку и позвонил к бабушке на Лукьяновку на домашний телефон. Алло, я тут рядом прохожу, зайду в гости минут через двадцать. Возможность такого разговора показалась мне необычайной. В последующие дни я осваивал телефон, а главное обзавелся вскоре кабелем, позволявшим подключать мобилку к компу по USB. Тогда на Нокиах был фирменный разъем, кажется он назывался ПОП. Чтобы достучаться через него до телефона, нужен был особый кабель и особое программное обеспечение. В итоге я смог заливать в память телефона игры, а из телефона вытягивать контакты, которых тогда у меня было раз-два и общался. В телефоне была полноценная Java-машина, то есть программа, выполняющая на конкретном железе платформы независимый байт-код, полученный посредством компиляции, перевода исходников на языке Java в этот самый байт-код. Байт-код это маловразумительные для человека числовые команды, выполняемые Java-машиной. Тогда мобильная Java, а точнее ее вариант Java ME, была в моде. Предполагалось, что разработчику достаточно выпустить одну-единственную версию игры по Java, и она будет запускаться на любых телефонах. Поначалу так оно и было, хотя с развитием мобилостроения программистам приходилось выпускать версии игр под разные разрешения экрана или разные клавиши управления. Но, так или иначе, одна и та же Java-программа запускалась и на Nokia, и на Sony Ericsson. Я установил себе в Nokia несколько игр. Помню из них бродилки Dragon Warrior, Dragon Spyro и Ice Glider или вроде того. Я всегда любил приставочные игры, и мобилка в моих руках превратилась в маленькую игровую консоль. Хотя играть было не слишком удобно, я не обращал на это особого внимания. Наигравшись, я сам начал писать программу на Java, но из-за своего неприятия Java как языка программирования быстро к этому остыл, хотя позже и вернулся. Телефон умел воспроизводить мелодии в формате MIDI, и конечно же я залил в него разную музыку для звонка. Также был простенький интернет на основе WAP, и я даже скачивал через него какие-то игры. Да, помню, это было еще до покупки соединительного камера. Но не успел я вдоволь освоиться в своей Nokia. Как от брата Саши мне досталась другая Nokia, более продвинутая, хотя не в моем стиле. Это была Nokia 3200. Та же программная платформа, одна из первых S40, но совершенно другая клавиатура и прозрачный корпус с вкладышами из бумаги, которые можно было менять, изменяя тем самым внешний вид мобилы. Хотя спокойный дизайн прежнего моего телефона подходил мне больше, в 3200 была камера. Она снимала в разрешении 288 на 352 пикселя. Это 0,1 мегапикселя. Камера означала маленький фоток в кармане, а возможность назначать портреты контактом. Это был прорыв, щелкая все, что движется и не движется. Хотя, кажется, у меня тогда уже появился цифровой фотоаппарат и VHS камера, купленная по случаю в ломбарде. Я проносил Nokia 3200 в чехле не помню сколько времени. Первые свои мобилки я носил не в кармане штанов, как сейчас, а в чехле на поясе. В Nokia 3200 из вкусности, кроме камеры, появился фонарик, да инфракрасный порт, который в то время еще не стал популярным. Им оснащались модели бизнес-сегмента. Вероятные соображения, что два топ-менеджера в солидных пиджаках встанут друг напротив друга и обменяются контактами через инфракрасный порт. Как бы ни было, я им не пользовался. Ни у кого из моих родственников и друзей не было инфракрасного порта, а у многих и мобилок. Затем, это был, кажется, год 2005, я созрел к новой мобиле, и ею стала раскладушка Samsung i730. Дизайнеры поработали над ней так, что она воспринималась, как ракушка с жемчужиной, а жемчужиной был внутренний дисплей. Был и внешний дисплей, и приятное покрытие из софт-тача, а главное, камера уже много лучше, чем в Nokia 3200, и, по возможностям, почти сопоставимая с обычным цифровиком. Внутренний дисплей на 262 тысячи цветов, с разрешением 1076 на 220, приличная по тем временам камера на 1,3 мегапикселя, способная снимать даже видео в 3GP, хотя и в разрешении 176 на 144. Это будет Behringer. Хорошая штука. Полуцифровой. Сколько у него каналов? 16. 16 каналов в этом чуде. 16 каналов. А сколько эффектов? 16. А эффектов сколько? 16. 18. Вау. Это же Behringer. А это колонна? Хреново, что тут звук. Пише с вами, а я писать. Объем встроенной памяти был 90 сантиметров. 166 мегабайт. Такое на прежних мобилах мне и не снилось. Наконец, технологическая новинка – Bluetooth. К нему я обзавелся еще USB-брелком, чтобы перегонять на телефон файлы и скачивать с него фотографии. Samsung E730 было здорово носить и пользоваться им. Он хорошо лежал в руке, а дизайном несколько напоминал эстетику фильма «Чужой» – отголосок технологии забытого инопланетного корабля. Кнопки управления музыкальным плеером были в нем вынесены прямо на крышку под внешний дисплей. Но разъем для наушников был особенный, а комплектная гарнитура хреновая. Зато я много на эту мобилку фотографировал. И долго ходил бы с нею дальше, если бы весной или летом 2006 года двоюродный брат Антон не отдал мне пару своих старых мобилок, среди которых оказалась неказистая с виду серебристо-черная Motorola C650. Она мне сразу так понравилась, что туда-то я и переселил свою сим-карту. До сих пор я считаю Motorola C650 лучшим телефоном всех времен и народов. Конечно, в технологическом плане она проигрывала Samsung E730 во всем. Выпущенная раньше, она была оснащена худшей камерой, тусклым маленьким экраном и убогим объемом встроенной памяти. Но я уже не мог с нею расстаться. Это была мобилка, на которой было приятно звонить, набирать эсэмэски и играть. При наборе сообщений работала особая для тогдашних Motorola система автоматического дополнения текста под названием iTab более удобная, чем T9. Клавиши подсвечивали синим, что здорово помогало в темноте. Но в других телефонах тоже подсвечивались, но тут они подсвечивались классно. Оказалось, что в C650 есть стандартный mini USB порт, по тем временам редкость. Сам телефон был основан на платформе P2K и для общения с ним по кабелю USB надо было установить особые дрова и софт. После этого вы получали доступ ко всем программным внутренностям телефона, чем я и принялся пользоваться вовсю. В качестве мелодии в моторе использовались MIDI и MP3. Но из-за ограниченного объема памяти туда помещались только отрывки MP3. А вот MIDI звучали роскошно и громко. К тому же там поддерживался некий MIDI формат с WAV дополнением. То есть могло звучать и оцифрованное аудио. Также в C650, насколько я помню, оказалась весьма мощная и гибкая Java машина. Интерфейс C650 и поныне кажется мне верхом совершенства. В нем можно было настраивать все что угодно и размещать ярлыки быстрого доступа к разным функциям прямо на рабочем столе. Камера снимала всего в разрешении 640x480, зато очень шустро и красочно. С этих фоток потом даже печатались бумажные копии. Сочетание в них внешнего дизайна, продуманность интерфейса, качество сборки и вообще ощущение от этого телефона останется со мною на всю жизнь. Равно как и запомнившийся слоган фирменной мелодии с противным возгласом «Hello Moto». Но спустя год мотор стал давать слабину в разговорном динамике. Что-то в нем трещало. Облизился мой день рождения. И вот в мае 2007 года я обзавелся металлической моторовой SLVR L7E, которая по моим расчетам должна была превзойти C650 технологически, однако быть такой же привычной и удобной. Телефон оказался большим, плоским и холодным. Да, в нем был чуть больше дисплей и уже по технологии TFT появилась поддержка карты памяти, а камера была теперь на 1,3 мегапиксела. Поразило мое воображение возможность голосового набора. И кроме того, с голоса телефон выполнял команды, как сейчас андроиды и айфоны. Подсветка же совершенно плоской, с чисто зрительным разделением кнопок клавиатуры работала в зависимости от датчика освещения. Например, на солнце она не загоралась. Но все эти чудеса меркли перед тормознутостью. Создавалось впечатление, что старую аппаратную платформу нагрузили кучей новых функций, сделали софт более громоздким и все это засунули в эту холодную большую штуковину под названием Motorola SLVR L7E. Много позже в мои руки попадали другие Motorola того времени. Знаменитые раскладушки Motorola RAZR V3C и KRZR K1. Однако, ни одна из них не вызвала ощущения неуклюжести, которую я испытал, начав пользоваться Motorola SLVR L7E. Может быть, это отношение к ней несправедливо и возникло лишь в сравнении с уютной Motorola C650, не знаю. Только по собственной статье на Helpex.ru за май 2008 года я восстановил в памяти, какой телефон был у меня после Motorola. Это был Sony Ericsson K320i, который я окрестил пролетарским. Он жив до сих пор и выручает меня, когда что-то случается с моим вторым телефоном. K320i, пожалуй, самый удачный из бывших у меня телефонов наравне с Motorola C650. Небольшой, с хреновым дисплеем и камерой, он обладал мощным процессором. На нем отлично работают даже трехмерные джава игры. Этот 100 долларовый в то время, во время покупки. Телефон по производительности ложил на обе лопатки телефоны по цене в 4 и 5 раз дороже. Мне сразу понравился интерфейс на основе вкладок, присущий тогдашним Sony Ericsson, а также встроенная почта, что тогда и сейчас для меня важно, ибо я часто проверяю почту с мобилки. Особенно меня обрадовала, конечно же, скорость работы. Интерфейс, в отличие от мотора L7e, не тормозил. Но были у телефона и минусы. Фирменный разъем под кабели и наушники. И отсутствие поддержки карт памяти. Однако плюсов оказалось больше. Я вжился в этот аппарат, ввел нам разные текстовые и звуковые заметки, играл в сопоставимые с первой PlayStation игры. Наконец, качество звука было очень чисто и по K320i было просто приятно говорить. Дисплей, выполненный по технологии UBC Ultra Bright Color, отличался плохой передачей цветов, зато картинка отлично просматривалась на солнце. Мне так нравился этот телефон, что на первых порах я, проснувшись, брал его в руки и нажимал на кнопки. Но, судя по моему очередному обзору на Helpyx, уже в начале августа того же 2008 года я держал в руках другой Sony Ericsson, уже не бюджетник, а флагман Sony Ericsson K800i, на которой сразу же установил тему оформления радиоактивити в стиле игры Fallout. Зеленая, с изображением, с логотипом радиационная опасность. Перед покупкой я выбирал между Ericsson и Motorola Rockr Z6 слайдером на системе Linux с фирменным моторольным интерфейсом. Однако, я знал, что этот телефон, несмотря на Linux, плохо стыкуется по кабелю с установленным на комп Linux. Да и камера в нем была хуже. И, как я понял позже, много хуже, ибо равных по качеству съемки с Sony Ericsson K800i я не встречал до сих пор. Sony Ericsson K800i был толстым и горбатым. Горбатым именно из-за модуля камеры, прикрытого шторкой. В этом телефоне, как и кажется в K320i, была многозадачная джава-машина, что позволило мне запускать одновременно написанные на джаве клиенты для популярного тогда же G, контакта и ASI. По сути, на то время развитие джава-приложений и программ для смартфонов стало почти одинаковым. И у всеобщей платформы java.me был шанс сделать смартфоны просто ненужными, поскольку смартфоны отличались от обычных телефонов по сути только возможностью установки программ в родных для аппарата машинных кодах. Программ, вызывающих функции конкретной операционной системы, вшитые в смартфон. В то время как платформы независимые джава-программы обращались к функциям абстрактной джава-машины, воплощенной в конкретном железе. Sony Ericsson K800i был оснащен уймой малозаметных дополнительных кнопок, о назначении части которых я узнал много лет спустя. Вообще, это был телефон-конструктор, который можно было бесконечно настраивать под себя, безо всякой перепрошивки. Так много всего в него вложили разработчики. Но были у него свои недостатки. Вернее один, но становившийся в моих глазах все более важным. Нестандартный разъем для наушников. В то время как другие производители телефонов переходили на стандартный разъем 3.5 или менее стандартный, но все же доступный 2.5, Sony Ericsson упорно продвигал свой фаст-порт, через который телефон и заряжался, и комп подключался, и наушники туда же втыкались. А коробочная гарнитура была для прослушивания музыки никакая. В начале апреля 2009 года у меня появился Nokia 6220 Classic. В обзоре на Helpex я писал, с виду Nokia 6220 Classic похож на эдакий глянцевый бюджетник, ежели не смотреть на надпись 5.0 Мп и защитную шторку камеры. В руках труба скрипит, а задняя крышка у телефона крайне тонкая. Все это можно простить за начинку. Первое ощущение от этого шероховатого с крышки и гладкого спереди телефона было, будто я ношу суперкомпьютер Крей в кармане. Не то, чтобы Ericsson был хуже, во многом они были сопоставимы, да и фотографии Ericsson делал все же лучше. Внешне Nokia 6220 Classic мало отличался от обычных телефонов, но все же смартфон на Symbian, а именно на S63 редакции, процессор ARM 11 на 369 МГц, оперативка 128 МБ, TFT дисплей на 2,2 дюйма, поддержка обычных карт памяти, а не только от Sony, 5 мегапиксельная камера Carl Zeiss, оснащенная шторкой, хотя и не столь классная, как на Ericsson. А GPS с Яндекс картами? С тех пор я больше нигде не встречал таких быстрых карт и такого точного GPS. Я восхищался все больше. У телефона был почти стандартный разъем для наушников. Во всяком случае, через переходник я смог подключить наконец-то нормальные наушники, они фирменные Sony Ericsson и возможность установки настоящих не java программ. Для операционной системы Symbian программы, в отличие от андроида, писались на языке C++ и, соответственно, работали чертовски быстро, потому что с языка C++ они переводились компилятором прямо в машинные коды процессора ARM, а не в тормозной промежуточный байт-код. Причем в Nokia 6220 была и java машина, то есть я мог пользоваться как родными для Symbian программами, так и java приложениями. Хотя в Ericsson'е java машина была таки лучше и поддерживала какое-то особое 3D API, которого в Nokia не оказалось. Зато на 6220 запускались Duke, Nukem и Doom. Больше всего меня, пожалуй, обрадовала возможность использовать смартфон как музыкальный плеер. В Sony Ericsson я закачивал музыку в mp3, но только как мелодии для звонков, потому что единственные подходящие к телефону наушники из его комплекта были откровенно плохие. А тут на Nokia 6220 Classic был полноценный плеер с поддержкой mp3 и я стал таскать фанатеку в кармане. Разъем для наушников был 2.5 мм, но продавались переходники на 3.5. Впрочем, звук при воспроизведении музыки оказался тихим, благодаря какому-то там постановлению Европарламента по заботе об ушах законопослушных европейцах. Умный дядя из Европарламента лучше знает, на какой громкости надо слушать музыку. А еще у Nokia 6220 был AV-разъем, которым смартфон, прилагаемым в коробке кабелем, через тюльпаны, соединялся с телевизором. Это в самом деле работало, и я играл так в игры. Хотя и не всерьез, потому что к тому времени возможность играть на мобилке уже не удивляла меня. Играть на компе было в 100 раз удобнее. Однако возможность подключить смартфон к телевизору и поиграть, вот это удивило, было вновь. У смартфона было голосовое управление. Я зажимал клавишу и спрашивал, сколько времени? И электронная тетечка мне исправно отвечала. Более того, она умела зачитывать вслух эсэмэски и почту. Nokia 6220 Classic верой и правдой служил мне какое-то время в качестве фото, звонилки и плеера. Именно с той поры я большую часть музыки слушаю с мобилы. Но шероховатый корпус начал поскрипывать и одна из клавиш довольно тугой клавиатуры стала нажиматься через раз. Вот где-то тут, параллельно с Nokia в моем донжуанском списке появляются две сенсорные мобилки. Одна после другой. Первой была Samsung S3650 Corby. Мой первый сенсорный телефон. Или, как их тогда называли, Touch Phone. Я отчаянно не хотел сенсорный. Мне нравились телефоны с кнопками. Но в Corby меня привлекал стандартный разъем для наушников. И еще что-то. Корби был выпущен в 2009 году. Вот, вероятно, тогда я его и купил. Корби запомнился мне чертовски крепким корпусом, ярким, но зернистым дисплеем, отличным качеством воспроизведения музыки и гнусным сенсорным интерфейсом. Я не мог им пользоваться. Списки прокручивались по инерции, а кнопки на экране нажимались не там, где я их нажимал. Камера фотографировала... Как-то. Очень плохо. Телефон вызвал у меня радость, наверное, только в первые дни после покупки. Потом я ходил разочарованным. Но, кажется, я носил его как второй телефон. А основным оставался Nokia 6220. Потому что в здравом уме я бы не променял его на Corby. Это несопоставимые вещи. А потом наступило время андроида. Я, вообще-то, надеялся, что андроид это просто Linux с незначительной надстройкой от Google. Но потом понял, что Google мои надежды не оправдал. И вот в 2010 году я обзавелся своим первым андроидом, имея большое предубеждение к сенсорным телефонам после Corby. LG GT540 Optimus. Прямоугольный, с жесткой пластиковой крышкой, как бы в вертикальных рельефных полосках. Он сразу начал протирать мне карман джинсов. Помню, этот LG пришлось менять. Была целая эпопея с его обменом и перепрошивкой. Но не будем о грустном. В комплект входила, кроме телефона, даже карта памяти на 2 гига, что порадовало. LG GT540 я приобрел в пару к старевшей Nokia 6220 и разочарован не был. На первых парах я считал, что таскает теперь настоящий Linux в кармане. Во-вторых, там был разъем для наушников на 3.5, интернет, уйма программ на любой вкус из маркета и любопытная 3-мегапиксельная камера с возможностью ручной фокусировки. Этот смартфон имел на борту чипсет Qualcomm MSM7227 с частотой процессора 600 МГц и был в целом напакован разными технологиями больше, чем другие смартфоны за ту же цену. В начале лета или весной 2011 года я купил еще один сенсорный аппарат Alcatel OneTouch 806D. Его я носил одновременно с LG. Значит, Nokia тогда уплыла. Буква D в названии Alcatel OneTouch 806D означал Dual SIM. Впервые я пользовался телефоном с двумя SIM-картами. Alcatel OneTouch 806D был бюджетным чудом техники, куда разработчики умудрились впихнуть то, что отличало топовые мобилки того времени. Да и сейчас в бюджетнике вы такого не встретите. Судите сами. Полноценная QWERTY-клавиатура плюс сенсорный экран. Не только мобильный Inet, но и Wi-Fi. Камера на 2 Мп, 70 Мб встроенной памяти, стандартный разъем для наушников, удобный браузер, там была встроенная Opera Mini, мощная Java-машина. Большой широкий корпус с мягким покрытием отлично лежал в руке. А писать смски на QWERTY-клавиатуре было одним удовольствием. И все было хорошо в этом телефоне, кроме мерзкой камеры. Но я ходил и радовался, пока-то мне испортился динамик. И отправился я к мастеру. И заменил мне мастер-динамик. И стал динамик тот новый тих и немощен. И я огорчился. А идти менять этот динамик на другой было как-то еще более обидно. И где гарантия, что поставят лучший? Так, поздней осенью того же 2011 года я обзавелся кнопочной звонилкой FlyMC175DS без всякой предварительной подготовки. Но помню, как зашел в магазин на Ленинградской площади, выискал глазами, доступный по цене и понравившийся внешне кнопочный телефон и купил. У него был отличный дисплей и металлический корпус, крышка которого как бы надвигалась на основу. Так что телефон при падении не распадался и кинетическая энергия не освобождалась этим падением. Две сим-карты, хреновищая камера, слабая джава машина, но меня поразил звук. Такого звука я больше нигде и никогда в мобилках не слышал. Я прочитал в сети, что в телефоне стоит некий ямаховский звуковой чип, однако подробностей не нашел. Но звучание громкое, с прекрасной передачей частот и, вероятно, какой-то обработкой. Не знаю. Музыку в нем слушать было чертовски здорово. Насколько я знаю, серия Flyer MC была заточена под музыку и прискорбен недостаток рекламы. Эти телефоны вполне могли бы продвигаться, как в свое время Sony Ericsson Walkman. Итак, я использовал этот телефон чисто как плеер для музыки. Ну и для звонков. Следующий Flyer в замену этому я купил в начале 2014 года. Это был Flyer DS123. Уже пластиковый, больший по размеру, с емким аккумулятором, позволявшим работать недели полторы от одной зарядки. Звучание музыки. К нему не подходило слово роскошное, как в Flyer MC175DS. Зато оно казалось более честно. Также в телефоне был более удобный интерфейс, а встроенный фонарик окончательно успокоил мою совесть, что я заменил одну мобилку другой не напрасно. И в декабре 2016 года в мои руки попала Flyer FF178. Тоже долгоиграющая мобила, ради которой я в итоге расстался с Flyer DS123. Flyer FF178 было ощутимо меньше, легче, но понравился мне интерфейсом и, конечно же, воспроизведением музыки. Оно было теплым и сочным. Хотя во Flyer DS123 я прокачал себе громкость при помощи инженерного меню, а во Flyer FF178 громкость была гораздо тише и через инженерное меню ее повысить не получилось. Ради свежести и какой-то едва не ламповой теплоты звучания плеера я все-таки сделал Flyer FF178 своим вторым телефоном и хожу с ним поныне. А что до первого, основного телефона? Хотя выражение не совсем верное, поскольку с тех пор, как я начал использовать андроиды, функции именно звонков взяли на себя мои вторые телефоны, а андроид использовался для SMS, звонков в меньшей степени, а более как фотоаппарат и средства выхода в сеть. После LG GT540 Optimus я обзавелся в 2011 году более современным андроидом. Это был Sony Ericsson Xperia Mini ST15i. Наверное, последний андроид, выпущенный под брендом Sony Ericsson. После чего слово Ericsson было отброшено. Маленький, с ладони. Корпус из белого пластика имел щель внизу крышки, что было не просто неряшливостью сборки, но, вероятно, ошибкой в расчетах при проектировании. Под стать размеру корпуса был и экран на 3 дюйма. Я жалею, что современные андроиды столь велики. Теряется весь смысл словосочетания. Мобильный телефон. Производители заставляют таскать на собой утюги. Вот тут я ловлю себя на мысли, что рассказывать об андроидах скучнее, чем о старых кнопочных телефонах. Уж слишком все андроиды похожи друг на друга. Но этот еще отличался. Он замечательно записывал звук, причем в стерео. Я мог положить его на стол и записать, например, исполнение на акустической гитаре не хуже по частотам, чем на микрофон стоимостью в 100 долларов. Да, вот так хорошо писала Xperia mini. Я начал читать на Xperia много электронных книг, и, кажется, именно это подсадило мне зрение правого глаза. Со временем этот уютный смартфон начал сдавать. А именно камера в нем стала выдавать размыленную картинку. К тому времени я все больше фотографировал разные кровеческие дела. Поэтому хорошая камера была мне необходима. В мае 2013 года я купил Fly IQ 441 Radiance. Это тот самый трудяга смартфон, который вы неоднократно видели в серии фильмов «Киевская амплитуда». На него же сняты некоторые кадры этих фильмов, например, «Заставок» или частично «Лазание в Змиевой пещере». Спуск в Киевскую пещеру. Вылезаю. Вот я уже свечу. Мокро. Как я не хочу сейчас ложиться и ползти. Боже мой. Как я не хочу ползти по этой фигне. Именно на Fly IQ 441 сделана большая часть фото иллюстрации к моим краеведческим книгам. Fly был крупный с экраном на 4,5 дюйма и странноватым софт-тачем корпуса. В нем отвратительно работал GPS, из-за чего я принялся этот Fly перепрошивать, рутовать и устанавливать разный софт для вспоможения GPS. И не только ему. Через, опять же, инженерное меню я тоже прокачал в смартфоне громкость. Шли годы. Новые версии софта уже не помещались в памяти устройства. Я удалял все больше программ, которые, казалось, устанавливал себе навсегда. Но я бы еще годами ходил с этим смартфоном, если бы не уронил его в январе всего 2018 года. Причем не на какой-то там экстремальной краеведческой вылазке. От дома. Вот с той самой этажерки, что вы видите за мной. После падения он какое-то время не включался. Мне удалось оживить смартфон, однако он стал время от времени выключаться. Причем закономерность выключений не проявлялась. Пришло время рассказать о моем текущем смартфоне, заменившем собой Fly IQ441. Это TP-Link Nefos X1 2-16, то бишь модель с 2 гигабайтами оперативки и 16-ю внутренней памяти. У него металлический корпус, который, впрочем, я тут же одел в прозрачный чехол. Вообще я привык носить все мобилки без чехлов, защитных пленок и прочего. И никогда их не разбивал. Более того, у меня никогда не крали телефоны. За те 5 лет, что я ходил со смартфоном Fly, другие смарты росли как на дрожжах и превратились, по сути, в планшеты. Я бы предпочел смартфон на 4,5 дюйма или даже меньше, но все таковые, которые мне по деньгам, были откровенно убогие. Я хорошо знаю роутер TP-Link, а по обзорам мне понравилось, как этот Nefos делает фотографии. В остальные тонкости я не вникал, потому что выбор нового смартфона вызывал у меня тошноту, ибо я видел, как капиталисты на каждом шагу пытаются что-то урезать, чтобы в более старшей модели содрать за это деньги. Раньше вы покупали телефон и получали технологическое чудо. Все в одном. Да, был какой-то более дешевый и более дорогой телефон того же производителя, но их старались разводить, по крайней мере, по нишам. Вот этот музыкальный, этот молодежный. А сейчас производители рассыпают на рынке спектр вариантов одной модели, ухудшая эти варианты в той или иной мере. Там ухудшат камеру, там поставят меньше памяти, там Android постарше и так далее. И вот Nefos X1 средней модели. Больше всего я опасался, что он не влезет в карман. Влез. Затем оказалось, что я маленько отвык от шага прогресса. Все эти голосовые команды андроида, конечно, были в какой-то мере доступны мне и раньше. Но я ими не пользовался, да и они были не так развиты и работали хуже. А когда я увидел, с какой скоростью работает 3G интернет, почему-то еле теплящийся на моем старом флайе, то одобрительно покачал головой. Черт возьми, почему на флайе я с трудом скачивал почту, а тут могу смотреть кино с ютуба? Но ведь там тоже была поддержка 3G. Восторг я пришел от того, как в фейсбуке при съемке себя на камеру на лицо накладывается трехмерный виртуальный образ. Я, кстати, сначала подумал, что это функция самого смартфона. Но что рассказать о самом нефосе? Во-первых, он ощущается, как те старые добрые кнопочные флагманские телефоны. Этому способствуют металл корпуса и кнопки на торце, среди которых и кнопка выключения звука. И цветной светодиод, который служит для многих целей. Зеленым он горит при получении новых сообщений и меняет свои цвета при зарядке. Далее смартфон в самом деле умный. У него несколько уровней энергосбережения. Впрочем, 8 ядер процессора прожорливы. И как ни крути, одного заряда хватает примерно на день-полтора. Телефон, ну, это сейчас ко всем андроидам относится. Можно спросить, какая завтра погода? И тетечка тебе ответит. Испытание технологии будущего. Сколько времени? Сейчас 16 часов 1 минута. Не это ли чудо? В каком году родился Николай Васильевич Гоголь? Согласно источнику, шпаргалка блогера. День рождения в 2016 году уже прошел. 2016-18 равно 1998. Что за чепуха? Родился 1 января 1998 года. Я про Гоголя спрашивал. 18 лет. Идет 19-й. Про Гоголя? Не это ли чудеса невежества? Меня это очень удивляет. Как в фантастическом фильме про будущее. И Nefos интересно изучать. Вдруг оказывается, что тройное нажатие на качельку громкости при выключенном экране делает снимок и переводит телефон в режим камеры. Далее, уже в таком режиме нажатие на качельку служит спуском фотоаппарата. Фотографирует он знатно. А в режиме видеокамеры позволяет снимать в замедленном и ускоренном движении. Также для фотографии можно переключаться в режим Pro и настраивать все вручную. От выдержки до фокуса. В режиме плохой освещенности смартфон начинает немного подсвечивать окружающее при записи видео. Ну, а для фото, разумеется, есть вспышка. Видео пишется в контейнер 3GP. При разрешении 1080p картинка хорошая. Но, конечно, во время ходьбы кадр сильно дергается. В разных общих настройках, доступных по вытягиванию такой панельки сверху, обнаружился режим защиты зрения, при котором все становится желтоватым. В условиях темного освещения такой режим показался мне удобным. Я часто им пользуюсь. И таких мелочей множество. У Nefos есть стереодинамик, причем размещенный внизу. Поэтому при просмотре, допустим, фильма или клипа, и держать телефон в руках горизонтально, вы слышите все это стерео просто справа. В качестве диктофона Nefos хорош. Особенно при установке программ записи в формат WAV. Вообще, пишет чисто, но явно пропускает через фильтр. И эта фильтрация ощутима на слух в хороших наушниках. При прослушивании музыки в наушниках, качество отменное, даже слишком чистое, как по мне. Поэтому я все же предпочитаю слушать музыку в оффлайе, который добавляет к звучанию некую теплую цифровую грязь. Запас громкости в Nefos достаточен. При разговоре громкость тоже хорошая, а меня слышно нормально. Есть функция записи разговора. Кстати, в коробке с Nefos оказались отличные вакуумные наушники. В них несколько жидковатые басы, но для коробочных наушников это замечательные наушники, как по звучанию, так и по качеству сборки и форме. Ибо сделаны таким образом, что самовольно не вылетают из ушей, ибо как бы повисают в ухе под углом. Как быстро работают на Nefos и игры, я не знаю. Игры под Android кажутся мне скучными. Не мой жанр. Все программы, которые я пробовал, пашут без тормозов. Итоги. По сути, сбылась моя давняя мечта. Наконец, у меня появился металлический смартфон. Не слишком большой, с которым удобно работать и через который уютно общаться. Nefos стал телефоном-помощником. На этом я завершаю свой донжуанский список, хотя за кадром остались некоторые мобилы, которые я временно носил, как вторые телефоны, а именно поддержанная Motorola K-Rezer K1. Она же Motorola K1. Я с ней ходил осенью 2012 года, а с Motorola Razr V3 зимой 2013. Первая металлическая удобная раскладушка с хорошим звуком. А Razr V3 большая, тоже металлическая раскладушка, классика жанра от Motorola. Если бы не неполадки с аккумулятором, возможно, использовал бы ее по сей день. Однако, не сложилось вот купить новый аккумулятор. Одно время зимой был у меня и Sony Ericsson K770i, тоже из серии CyberShot. Оснащенный шторкой на камере, снимал он здорово, но только в случае, если я твердо держал телефон в руках, потому что иначе фотки получались размазанными. K770i попал ко мне из починки с почти стертой клавиатурой и отчаянным люфтом корпуса из сломанной защелки крышки. Думаю, в новом состоянии это был замечательный аппарат. Кстати, и у K770i, и у K811i была также передняя камера. И, по сути, уже тогда они являлись видеофонами. Просто эти видеозвонки не поддерживал ни один местный оператор связи. Конечно, я могу вспомнить еще несколько своих телефончиках, а об одном даже сниму отдельную передачу. Так что продолжение следует, хотя значительно короче и в другом формате. КОНЕЦ